Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале «Инфон ТВ». Меня зовут Александр Вальман. Программа «Разбор полетов». И вместе со мной сегодня летают в этой студии журналисты Пётр Люкимсон и Цви Зильбер. Друзья, мы все знаем, что с 20 августа вступило в силу правительственное решение, постановление о сокращении детских пособий до 140 шекелей в месяц. И теперь, независимо от того, сколько детей в семье, на всех детей, которые родились после, если я не ошибаюсь, 30 июня 2003 года, более 140 шекелей не положено. Наш знаменитый министр финансов, комментируя по обыкновению такое решение, в Фейсбуке на своей страничке заявил следующее, что это одно из главных предвыборных обещаний партии Ешатит, которым он может гордиться. И помимо этого он назвал произошедшее историческим переходом от культуры пособий к культуре труда. Размах исторического перехода мы с вами сейчас и рассмотрим. Первый вопрос, который я хочу вам задать по этому поводу. Битул-Хлюми почему-то не разделяет оптимизм нашего министра финансов. Битул-Хлюми заявляет, что пособие на детей теперь стало меньше всех из всех развитых стран мира. А начиная с 20 августа еще 90 тысяч человек в этой стране, в нашей стране попали за пресловутую черту бедности. Почему Битул-Хлюми именно в Битул-Хлюми не разделяют оптимизм нашего министра? Во-первых, Битул-Хлюми это профессионалы, которые выполняют свою работу, а политики это люди, которые действительно продвигают какие-то политические интересы. Их мнения не всегда совпадают. Но в этой ситуации можно сказать, что несомненно, снижение пособий это мера политическая против харидим, заодно и против арабов. Нет никаких сомнений. С другой стороны, то что израильское правительство в течение последних, ну практически с 2002 года, когда Бенеми Нитанияу стал министром финансов, занимается повышением косвенных налогов. Что такое косвенный налог? Косвенный налог это значит, что его в одинаковой мере платит хариди с 10 детьми безработной, мать-одиночка с 5 детьми и какой-нибудь олигарх. Если мы говорим об акцизах на бензин, или если мы говорим о каких-то других косвенных налогах. Это действие того же самого порядка. То есть, чтобы вот эта часть, вот эти секторы израильского общества, которые не участвуют в экономике, не платят налоги, платили хоть какие-то налоги. Хоть НДС, хоть что-то. Откуда они деньги возьмут, мне трудно себе представить. И в конечном итоге Бетухлиуми абсолютно прав. Потому что голодный ребенок это голодный ребенок. Независимо от того, он живет в семье ультра-ортодоксов, или он араб, или он новый репатриант в городе развития, у которого родители не могут найти работу. Независимо от этого, он ребенок и он имеет право на то, чтобы современное цивилизованное общество как минимум обеспечило ему пропитание, пищевую безопасность, как это сейчас принято называть. Петр, а ваше отношение к историческому переходу? Смотрите, ну то, что Лапид совершил социальное преступление, заложил демографическую бомбу, это однозначно. Просто социальное преступление. И тут есть как бы две точки зрения. Я объяснил сначала, чем он беспокоен Бетухлиуми. Отнюдь не тем, что кто-то оказался зачерпывая бедность. Понимаете, социология – это простая наука, она основана на математике. Эта математика говорит следующее. Вот если семья родила одного ребенка, если семья не родила ни одного ребенка, то она вдвое уменьшила численность населения. Если родился один ребенок, двое родителей, один ребенок, вернее, то население уменьшается вдвое. Вот как раз в этом случае. Два ребенка просто компенсируют население, но не до конца, потому что есть семья биологически бездедные. Социология – это очень простая наука, я повторяю, голая математика. Поэтому только три ребенка в семье восполняют воспроизведимость общества. И уже четвертый ребенок – это увеличение численности населения. Все очень просто. Теперь, совсем недавно, если вы вспомните, Бетухлиуми заявил о том, что через 20 лет может не хватить денег на пенсионные фонды. Почему? Потому что по мере старения населения, по мере уменьшения. Мы работаем сейчас фактически на пенсии вот тех людей, которые сейчас получают пенсии, нынешних стариков. Кто-то должен работать на нас. Если мы не обеспечиваем воспроизведение этого общества, если мы не рожаем детей, или рожаем по одному ребенку, или по двум даже, как я сказал, то, господа, некому будет работать на наши пенсии. Сроки пенсии сейчас уже увеличиваются, придется 80, до 80 увеличивать, до 90. Можно, конечно, накачать стероидами старичка, чтобы он в 90 лет ходил, но я не знаю, как он будет работать в 90 лет, даже накачанный стероидами. Не уверен, я не каждый человек Путин. Только Путин может все, что угодно. То, что не может Путин, не может быть, как известно. Но мы не о Путине, да. Поэтому, как бы Бетухлиуми озабочен конкретными социологическими проблемами, он смотрит чуть-чуть дальше, лапит-лапит, просто не в состоянии подстоять в будущее. Теперь, что касается того, по кому был нанесен удар, то это полный бред, что он был нанесен по Харидиме Аравуму. Я объясню, почему. Та же статистика Путин Ухлиуми говорит о том, что 88% людей, по которым ударило сокращение пособий, это люди, во-первых, работающие. И 62% из них это совершенно светские семьи, у которых по двое детей более. Все они пострадали. У которых был один ребенок в семье, скажем так, пострадавшим его считать нельзя, там практически не было сокращения. А вот там, где уже начинается двое-трое, там начинается пострадание. И получается следующее, что, то есть, на самом деле, удар по Харидиме, Харидиме Арабы составляют 88, 100 минус 88, это 18, 12, сколько, 12 процентов? 12. Они составляют суммарно в нашем обществе 12 процентов, они не так много, на самом деле, неработающие, неработающие Харидиме Арабы. Потому что понятно, что 88% у вас неработающие Арабы и Харидиме. Часть из них работает, это однозначно. Теперь, вот из-за этих 12 процентов находили 88, вы понимаете, что получилось? И что получилось? Я просто знаю семьи, я человек конкретный, я живу, в общем-то, в среде достаточно малообеспеченном районе. Я знаю семьи, для которых потери вот этих 300 шекелей, 300 с чем-то, шекелей, пособия на детей в месяц, для матери-одиночки, например, с тремя детьми, там у нее 300 или 400, я не помню. Но это уже растает через год, это 4 тысячи, вы понимаете, под пятерку, для нее это деньги. И может быть, как раз, почему говорят, что 90 тысяч появится? Потому что как раз эти деньги иногда отделяли семью от той самой черты бедности. Вот чего не понял Лапид. Лапид не понял, по кого он ударил. Кстати, совсем недавно я писал большую статью об этом. Арабам как раз, я не знаю, как Харидим, арабам эта мера совершенно не страшна. Потому что они разработали надежное противорядие. Что делает арабский? У арабов разрешено многоженство. Арабы разводятся, эффективно разводятся с женой. Она идет после этого в битулх-люми. Да, суд присуждает ему алименты в 100 шекелей, это известно, по шариату. После этого она идет к битулх-люми, говорит, вот у меня, муж развелся, у меня алименты в 100 шекелях, у меня 6 детей. Вы знаете, какое пособие вы как батя на зерночке назначаете ей битулх-люми? Они больше не волнуют. Их раньше, да, они нашли просто новый рецепт, так сказать, выживание. Раньше их действительно волновали пособия. Сейчас их эта тема абсолютно не волнует. У них есть противорядие. С хоризином другая проблема, но я повторю, Лапид нанес удар по работающим, по нормальному населению. Хотя я считаю, что и хоризин, который вычисли в Ешеве, тоже нельзя сказать, что это ненормальное население. Петь, о барабах и наших ортодоксах, я думаю, еще поговорим. А я хочу оттолкнуться от мысли Цви, которую ты сказал, которую озвучил, что решение Лапида – это политическое. Самое интересное, что с тобой согласен не кто-нибудь, а наш бывший министр внутренних дел, бывший глава партии Ишаса или Ишай, который тоже считает это политическим решением. Но, может быть, им двигают какие-то иные цели, тоже политические. Он просто завидует своему визави, более успешному Иеру Лапиду, который, да, сегодня может осуществлять пусть такие, но свои предвыборные обещания, а у Ильишая нет возможности. Ну, я думаю, что если мы сейчас начнем, перейдем к обсуждению отношений партии ШАС и семьи Лапид, то нам не хватит никакого времени. Я другому. Хотя конечный вывод не однозначен. Все это идет еще от Йосефа Томми Лапида, отца Иера Лапида, которого считали врагом, смертным врагом всех Харидим. Лапид тоже по наследству получил, хотя он пытался проявить более умеренные позиции, но когда такой шаг исходит от Лапида, Харидим и, в частности, партия ШАС совершенно однозначно это восприняли как выпад в их адрес, то есть как некий политический шаг против их электората, против их традиционного электората, многодетные семьи, которые были лишены пособий. Я хочу еще добавить по поводу демографии. В 50-е годы в Израиле, в израильском обществе, скажем так, у сионистского движения была навязчивая идея демографической гонки с арабами, что мы должны победить арабов, побить арабов рождаемостью. Где-то к концу 90-х израильское общество пришло к выводу, что это невозможно. Мы не сможем побить арабов рождаемостью. Ну, по очень многим причинам, да, потому что... Я не знаю. Я уверен, что мы не сможем их побить рождаемостью. Я думаю, что большинство израильских аналитиков тоже пришли к этой точке зрения. Именно поэтому в свое время встал Ариэль Шарон и сказал, что мы должны отделиться от палестинцев, потому что иначе государство превратится в двунациональное, а потом и в арабское, с арабским большинством. Но в любом случае я хочу сказать, не надо сравнивать Израиль с Финляндией или с Германией, где отрицательная рождаемость. У них нет проблемы с новыми классами в школах, потому что у них число детей, они поддерживаются у рождаемости за счет мусульманских иммигрантов, кстати. Своя рождаемость у них очень низкая, отрицательная, как сказал Петя. Социология – это математика. Своя рождаемость у них отрицательная. Они могут себе позволить платить высокие пособия на детей. Детей у них мало. И они действительно заинтересованы в том, чтобы поощрять, что если гражданин Финляндии подумал о том, что неплохо бы продлить свой род, то ему должны создать для этого все условия. У нас не та ситуация. У нас рождаемость высокая. По сравнению с Европой очень высокая. По сравнению с Европой, но цифры говорят о том, что она падает, и это вызывает озабоченность. Опять же, по сравнению с Европой у нас очень хорошая рождаемость. А по сравнению с арабскими странами низкая, но с ними и конкурировать невозможно. По этому поводу я хотел задать вопрос. Петя, начну с тебя. И Цви тоже подумай, как ответить на этот вопрос. Заставит ли решение Лапидо сокращение пособий каким-то образом задуматься и ортодоксов, и арабов о том, что такое все-таки планирование семьи? Или они плевать хотели на это понятие? Что значит, плевать хотели? Во-первых, я говорю, я ли согласен с Цвикой, что же у нас высокая рождаясь, потому что процентам всех. Она лучше, чем в Европе. Понимаете, то, что я зарабатываю, например, на 200 шекелей больше моего соседа, это не значит, что я зарабатываю хорошо. Вот, к сожалению, я зарабатываю плохо. Вот. Я не спрашиваю, что такое хорошо. Я вам не отвечаю, я просто говорю. Поэтому у нас по всем оценкам, тем не менее, население стареет. Процесс, я повторяю, несколько раз идет меньше, чем процесс старения коренного населения Европы, потому что за счет арабов они это дело, в общем-то, исправляют мусульман. Но процесс идет, процесс очень опасный. И темпы рождаемости в израильском обществе совершенно не устраивают социологов, совершенно не устраивают демокров, которые пытаются выстрелить будущее и будущее Израиля. Поэтому чем больше, конечно, мы будем рожать детей, тем лучше. Те детей, которые будут работать, пить потом. И платить налоги. На счет того, что харизим не работает, я сказал, 12% у нас есть часть арабов, которые не работают, ну, 6% населения страны учатся, так сказать, обеспечить ей, что значит, и работать не работают. Сейчас, во-первых, пошел процесс вовлечения, все больше вовлечения харизим. Это однозначно дождь и статистика. Все больше вовлечения харизим в рынках труда. Все меньше и меньше их не работают. Если им, так сказать, дадут возможность, что они будут заработать больше. Хотя, на самом деле, я убежден, что часть из них должна остаться в Ешиве, учить Тор, и мы должны платить им за эти деньги. Это по ним не ударит. А дело в том, что все Ешивы, те же, кто думает, что Ешивы содержат в государстве, если он глубоко ошибается, Ешивы содержат за счет частных спонсоров, за счет еврейских миллиардеров, потому что еврейская традиция говорит такую вещь. Еврей должен учиться Тору. Если он не учит Тору, он может кому-то заплатить, и как бы тот раз... Тем, чтобы поддерживать его существование, тот разделяет как бы его заслуги в изучении Тору, и он переходит на завод, человек, который их изучает. Теперь, что происходит? Сейчас идет то, что начал Арье Дерри, эту компанию, чтобы все еврейские миллиардеры, которые жертвуют на Израиль, а жертвуют они миллиардами. Очень много... Перестали жертвовать. Они стали бы жертвовать напрямую на Ешивы, на пособие студентам Ешив. То есть деньги попадали бы к Ешибутникам и обеспечивали по меньшей мере тот уровень существования, который был до появления пособий. Вы принялись, и я говорю, Лапинц решил создать на преступление, а это все равно создать на преступление. Почему? Потому что представь себе, что мы решили, да еще какой-то сумасшедший израильский политик решил решить арабскую проблему с помощью, палестинскую проблему, с помощью атомной бомбы. И он бросает эту бомбу на Рамалу. Допустим, идиотский сценарий, сумасшедший. Вы понимаете, что это Чернобыль, что Израиль оказывается, что весь, в зоне радиоактивного заражения оказывается весь Израиль, что умирают не только арабы, но и мы вместе с арабами. Я понимаю, это Ближний Восток. Вот это типичная логика Ближнего Востока. Лапинц ударил по всем. Это было, безусловно, политическое решение, но это было идиотское политическое решение. Извините меня за выражение. И сейчас, сейчас, естественно, идет противорядие. Лапинц оттолкнул на себя часть избирателей, в этом я абсолютно уверен. И он показал еще раз, насколько он недальновидный политик, насколько он не готов к политической деятельности. Друзья, у меня к вам все-таки еще один вопрос. И короткий ответ я хотел бы от вас получить. Буквально на днях на Первом радио у нас в программу «Тема дня» позвонил радиослушатель и задал мне вопрос. Как вы считаете, 140 шекелей, что, вернее, можно купить ребенку на 140 шекелей? Мне показался этот вопрос риторический. А вам? Цвет. Ну, да, конечно, можно сказать, что 140 шекелей – это сегодня смешная сумма, но Петя сказал правильно. Есть семьи, для которых это сумма, есть семьи, для которых это существенная сумма, особенно если они получают не на одного ребенка, а, скажем, на четверых, да, то есть это уже получает сколько? 500 шекелей где-то, да, через 560 шекелей. Есть семьи, для которых это действительно существенная сумма. Я понимаю, конечно, что наш министр финансов считает, что средний класс – это 20 тысяч шекелей в месяц, где-то зарплата, доход семьи, но реально есть семьи, для которых 500 шекелей действительно – это та самая тонкая грань между бедностью и… 100 шекелей денег. Саша, я вам отвечу очень коротким примером. В 95-м году так получилось, у меня кончилось пособие по безработице, моя жена была на курсах для физиотерапевтов, и у нас как бы доходов никаких не было, а у нас было тогда трое детей. Тогда пособие на ребенка создавал 101 шекель, а вот эти 303 шекеля, которые мы должны были получить, были для нас действительно вопросом жизни и смерти, просто вопросом жизни и смерти. Вот вам ответ. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор, и все-таки хочется надеяться, что социально-экономических преступлений наши министры все-таки совершать не будут и будут думать, думать мозгами, если у них, конечно, они есть. Спасибо, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok